Реточки мои хорошие всем, огромный пламя итальянский чао. Я только что, как говорится, отслужила, не служила, отработала, ну, свой, не свой. Только что, короче, накормила завтраком свекра. Только пришла, медсестра сказала, я вам там положила таблетки хорошо. Я как увидела, она положила в стакан мокрый, там оставалось немножко водички, она туда бросила. Столько много стаканов было, пустых, нет, она нашла именно мокрый стакан. И, в общем, получается так, что я сегодня намного дольше задержалась там, потому что ждала, когда она обойдет все палаты, чтобы потом снова она ко мне вернулась в нашу палату и дала мне другие таблетки. В общем, сидела там, дремала вместе со свекром. Все, еду домой, надо себя в порядок привести, вот, прежде чем ехать на обед к нему. Постараю, может быть, я что-то по дому поделаю тоже, успею. Сейчас посмотрим, сколько я тут пробыла, сколько я заплачу. Ну, один евро все равно, отличненько. Так, приехала домой, и тут столько спелого инжира. Думаю, сорвать, не сорвать. Сорвать и сорвать. Наверное, сейчас сорву все-таки и сразу съем. Это у меня такой второй импровизированный завтрак. Так, я решила сейчас поехать на шоппинг. Но не себе, а Никите. Потому что ему нужна еще одна такая фельба, как сказать, мастерка. Ему нужна запасная мастерка, именно такая вот демисезонная, не теплая, а вот именно такая легкая, ну, типа кофты, когда, например, днем тепло, а по утрам холодно. Так что, я сейчас поеду в тот магазин, который мне понравился, который я летом открыла его для себя. Не помню, как он называется, честно говоря. Что-то такое женское название. Там очень много, большой очень магазин, большой выбор. И женская одежда, и мужская одежда, и детская. Там и сумки, и, по-моему, да, и обувь там есть. В общем, сейчас поеду. У меня времени только час. Я надеюсь, я сразу пойду в мужской отдел. Потому что, если я зайду в женский отдел, я оттуда не выйду, я опоздаю в больницу. Так что, сразу в мужской отдел, а потом уже, если будет время, могу и по женскому отделу прогуляться. Погода, как вы видите, у нас сегодня солнечная. Сейчас у нас 10-30 утра, а уже 20 градусов тепла. И днём обещают у нас тепло. А вот я сегодня утром смотрела прогноз погоды, и у нас где-то через несколько дней должно быть за 30. Снова наступит жара на один день. Мы посмотрим, когда. Так, я на женский отдел не смотрю. Я на женский отдел не смотрю. Даже не смотрю налево, только направо. Потому что налево и прямо женский отдел. Пройти надо чем-то. Блин, много свитеров. А вот там, Алия. Какая я там, толстая кажусь. Много свитеров, а именно мастерки, именно толстые такие, теплые, которые у Никиты есть. Мне надо мастерку такую легкую. Пока не могу найти. Разве у Никиты тут никакой мастерки такой нет, я решила по женскому отделу прогуляться. Смотрите, какое пальтишко на запах такое. Но оно такое скользкое, и оно не сильно тёплое. Я хотела бы пальтишко много, но чтобы оно тёплое было. Чтобы оно тёплое было. Я решила себе такую маечку взять. Потому что она всего 10 евро стоит. Такая тёпленькая. Там они разных цветов. Только я не буду белую брать. Потому что здесь даже белый бюст так хорошо выделяется. Я лучше возьму какую-то цветастую такую. Она очень тёпленькая. Такая, она хорошо сидит на теле. И всего 10 евро. Вот думаю, какой цвет выбрать. Видите, тут всех цветов радуги. Вот эти маечки. Может быть, вот такой вот цвет нежный выбрать. Так, набрала джинсов. Аж 4 пары. Сейчас буду мерить. Мне джинсы нужны. Эх, жалко. То, что задумала. Никите там не купила, потому что не было. Ну ничего, я в другом могу. Может быть, сегодня после обеда поеду. Или уже завтра. Я поеду в другой магазин Никите мастерку искать. Зато я себе купила джинсы ещё за 10 евро. Представляете? Там было много пар джинс разных за 10 евро. Я выбрала 4 пары. Вот как вам показала. И как раз последние мне так классно подошли. Всего 10 евро. Нормально. Короче, пошоппинговалась. Не хотела, блин. Ну пришлось. Но Никите уже куплю, конечно, обязательно. Мастерку на замену. Вот здесь какое там небо. А какое там небо уже затягивается. Ну в принципе у нас сегодня очень жарко. Как я и говорила, сегодня будет жарко. В машине показывают 28 градусов. У меня на телефоне показывало 26 градусов тепла. Представляете? У нас ещё жара стоит. Так вот. Так мы едем на ужин в больницу. Так, ну что. Врачи сказали, что завтра его уже отпустят. Так что сегодня вечером будем договариваться насчёт того, чтобы завтра его отвезли на скорой опять же. Ну в общем как за транспортировку договариваться. Надо, наверное, записать заявление. В общем договор какой-то посмотрим. Блин, у меня только простуда вроде бы как не взяла. У меня простуда. Вчера ещё кое-что я чувствовала. Сегодня вообще практически ничего не чувствую. Хотя берегу своё здоровье. Зато Ирину заболел. Тоже, блин, простуда. Ёлки-палки бедные. Сегодня он пришёл пораньше с работы. Даже целовать не хочет. Меня целоваться не хочет. Главное, когда я болела, хотел целоваться. Ему пофиг, что к нему перейдёт. Не перейдут микробы. А когда он болеет, он не хочет ему целоваться, чтобы ко мне не перешли микробы простудные. Простудительные. Блин, ужастики два. Представляете, мы с Ириной только-только начали уже уходить оттуда. Только подошли к лифтам. Вот как в прошлый раз, как я. И снова на каталке одна санитарка везла мёртвого. Оставила возле лифта. Так он не просто в гробу. Он просто тряпкой прикрыл. Просто скат... Эти... Просто не прикрыл. И всё, представляете. У меня аж сердце... Ладно, там в прошлый раз гроб был. Уже закрытый. Но это просто скатертью прикрыто. Это тело. У меня до сих пор, знаете, вот... Потому что тяжело. Хоть я с Ириной была, но, конечно, жутко-жутковато. Блин. Второй смертный случай. Вот именно, когда я видела... Вот за это время, когда свёкор лежал в больнице. В общем, завтра уже домой. Рима уже договорился. Завтра где-то приедет машина. Они придут наверх. Вот. Мы привезём заранее вещи. В общем, переоденут его. Ну, потому что у него нет верхней одежды и ботинок нет. В общем, завтра около трёх уже отвезём его домой. Всё, слава богу. Сейчас Рину позвонил своей маме и говорит, завтра, в общем, привезут, приедет машина и приедем домой где-то в три полчетвёртого. Она спрашивает днём? Я говорю, чё, ночью, блин. Он говорит, подожди, сейчас она потом ещё раз перезвонит, чтобы точно узнать. Вот она тоже чудесница у нас. Так, мы в торговом центре ждём очереди, чтобы забрать книги. А там вкусняшки всякие. Какое красиво там небо, облака, да? Вообще классно. У нас вечер, скоро будет закат. Вы тут ужинами, я как увидела прямо, прямо, не могу это ни заснять, ни показать там. Вот там снежная гора Розы, виденны гора Розы. Она вся в снегу. Какое небо вообще. Красотища. Где-то там солнце село, не помню где. Оно в той стороне. Красота. Вот это краски. Вот это краски. Всё, моя хорошая. До завтра уже. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok